МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы из 2021 года большие семьи отправляли на строительство жилья в течение одного года с момента их постановки на учет. Сегодня в списке на улучшение жилищных условий в Минске состоят 5847 многодетных семей, 1811 из них более трех лет. Музыкальное и пиротехническое шоу в новогоднюю ночь пройдет у столичного дворца спорта. Праздничный фейерверк можно будет увидеть в час 30 после полуночи. Световое представление дополнят лазерными проекциями. Территорию дворца спорта по традиции станет одной из главных праздничных локаций. Всего же в новогоднюю ночь в Минске развернутся более 30 развлекательных площадок. В центре столицы будут проходить праздничные мероприятия с 23.30 до 4 утра. В программе планируют принять участие артисты белорусской эстрады, различные исполнители, в том числе диджеи. Поэтому программа предусмотрена так, чтобы она порадует каждого из нас своей сказочностью и создаст праздничную атмосферу. В новогоднюю ночь до 4 утра будут шуметь и рождественские ярмарки. Административные правонарушения будут градированы на несколько видов. Менее тяжкие и более тяжкие по аналогии с Уголовным кодексом. Об этом сегодня рассказала журналистам замглавы администрации президента. Ольга Чуприс отметила, что в обновленном кодексе будут пересмотрены все санкции и уменьшена их жесткость. Неактуальные наказания будут исключены. Также работу акцентируют на предмет привлечения к ответственности. Оформление и оплату штрафов нужно ускорить. Эту тему поднимали и на недавнем совещании у президента. Административный процесс все-таки должен быть достаточно быстрым. Он не должен вызывать затруднений. Если, например, гражданин готов оплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для того, чтобы потом это учитывалось при дальнейших его назначениях, продвижениях по службе и так далее. То есть он признал вину и, в общем-то, это не является тем правонарушением, которое должно влечь серьезные последствия для него. Также будет доработана норма малозначительности правонарушения как основания для освобождения от ответственности. В отдельный раздел кодекса вынесут все нормы, которые связаны с применением технических средств фиксации. Пройти водительскую медкомиссию всего за один день. Для пилотного проекта Минздрава выбрали 24-ю Минскую поликлинику, Гомельскую седьмую и Столбцовскую центральную больницы. Ускоренно получить справку можно будет лишь для прав категорий А, АМ и Б. На сайтах всех трех учреждений разместили список документов, которые необходимо иметь при себе. Если через полгода проект получит поддержку у граждан и медиков, его распространят на все регионы Беларуси. Скандал в балетной школе Венской оперы. Преподаватели учебного заведения советовали детям курить, чтобы те не набирали вес. Это стало известно из доклада спецкомиссии, которая сейчас занимается расследованием злоупотреблений со стороны наставников. Комиссия также выяснила, что молодых танцоров обучали суровыми методами. Им давали плохо контролируемые большие нагрузки. Жесткой была и моральная обстановка. Так преподаватели обращались не по имени и фамилии, а по имени и их размеру одежды. Подробнее о развитии событий расскажут мои коллеги в 3 часа дня. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.